Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно, со звуком все в порядке. И можно начать сегодняшнюю нашу встречу. Встреча наша будет посвящена созданию игры викторин с помощью разнообразных онлайн-сервисов. Ну, наверное, не секрет, что, пожалуй, игры викторины – это один из самых вирусных контента, видов контента в сети интернет. В огромном количестве они производятся, и во всех социальных сетях они присутствуют, и очень много учебных игр и викторин создается. Ну, вот сегодня поговорим о некоторых таких основополагающих сервисах, которые стоит, может быть, добавить к себе в копилку. Может быть, вы о них что-то уже знаете. Если у вас под рукой есть какие-то работы свои в этих сервисах, можно похвастаться ими в чате, как обычно. Ну, и я тоже в свои ссылки буду добавлять чат для иллюстрации. Презентация эта доступна для скачивания. Можно ее скачать, если она вам необходима, в формате PDF. Чуть позже я потом ее размещу в своей группе вместе с записью этого вебинара. Ну, давайте начнем. Итак, существует огромное количество, я уже повторюсь, сервисов. Когда я уже составляла эту презентацию, мне несколько слайдов пришлось просто отсекать, потому что иначе бы вебинар превратился бы в бесконечность, потому что говорить можно много. Не все сервисы того достойны. Часть сервисов сейчас, ну, наверняка вы с этим сталкивались, становятся более платными, убирают бесплатные тарифы, либо ограничивают возможности. Поэтому приходится вот так вот маневрировать, выбирать что-то подходящее с минимальными затратами. Что у нас еще осталось в арсенале из бесплатного? Давайте с этого начнем. Во-первых, есть несколько платформ, таких уже стабильно работающих, которые создают учебный и игровой контент. Ориентированы они и на учителей, но и на библиотекарей в том числе. Они тоже могут что-то здесь посоздавать интересное. Если вы только-только приступаете к созданию онлайн-игр, онлайн-викторин и пока еще не очень опытные пользователи, то обязательно стоит присмотреться, на мой взгляд, к сервису Learning Apps. Ну, вот все, наверное, с него начинали. Именно вот с этого сервиса начинается путешествие в мир онлайн-игр и викторин. Во-первых, потому что он бесплатный. Во-вторых, потому что здесь перевод на русский язык присутствует. В-третьих, здесь большое количество шаблонов, которые позволяют создавать огромное количество игр без ограничения. Шаблонов более 20. Правда, часть шаблонов сейчас исчезла. Немножко пересмотрели создатели сервиса. Сейчас еще обновления будут, возможно, уже были по поводу создания классов, куда вы можете объединять своих учеников и читателей. Поэтому про классы я пока говорить не буду, потому что здесь пока все непонятно. А вот про шаблоны немножко расскажу. Итак, как здесь все работает? Необходимо зарегистрироваться и познакомиться с шаблонами, если вам необходимо. Нажимаем на кнопку «Новое упражнение» и начинаем с создания этого самого упражнения. Нам открывают список шаблонов. Вот здесь у меня на скриншоте лишь некоторые из них. На самом деле вниз прокрутить их будет больше. Что здесь присутствует? Здесь разнообразные игры. Начиная с классической викторины, с выбором одного или нескольких правильных ответов. Здесь есть задания на сортировку картинок, на расстановку событий по хронологии, заполнение пропусков, игры со словами, кроссворды, видеовикторины, игра «Кто хочет стать миллионером», пазлы и много-много всего интересного. После того, как вы нажали на кнопку «Новое упражнение», перешли к шаблону, вы можете посмотреть примерчики. Сервис предлагает три примера, но можно открыть их все, и чтобы на практике уже познакомиться с тем, как и что здесь работает. Здесь очень много игр уже созданных на русском языке, поэтому если вам что-то понравилось, вы можете уже использовать это в своей работе. А можно начать с нуля создавать. Ну вот я сейчас несколько ссылок, как всегда, в чат вам отправлю. Я всего выбрала три шаблона, и вот на их примере покажу, как все здесь несложно. Ну вот первая классическая викторина с выбором одного ответа из нескольких. На скриншоте у меня примерчик такой викторины. Я вам немножко другой дала, но принцип один и тот же. То есть нам дается какое-то задание, и дальше нужно сделать выбор одного ответа из нескольких. Изнутри это выглядит довольно просто. Придумываем название, задание. Если необходимо, мы можем вписать там подробно, что требуется от участника. Допустим, выберите один из нескольких правильных ответов. Это называется постановка задачи. Ну а дальше начинаем добавлять вопросы и ответы. Как вы видите по скриншоту, в качестве вопросов может использоваться и текст, и картинка. Вы можете произнести какой-то текст, записать озвучку. Вы можете подгрузить аудиофайл или вообще видео с YouTube, например, добавить. То же самое касается и ответов. Участники могут выбирать либо тексты, либо у них будет ответ в виде текста, либо в виде картинки. И, собственно говоря, все то же самое, что и в вопросе. Обязательно отмечаем правильные варианты ответов. И нам остается только нажать в конце кнопку «Сохранить», и у нас сервис тут же сгенерирует эту викторину. Количество вопросов внутри одной викторины не ограничено. Все здесь очень просто. Буквально делается в течение 10-15 минут. Достаточно, чтобы здесь освоиться и что-то быстро смастерить. Идем дальше. Другой шаблон – кроссворд. Тоже достаточно все просто. Выглядит он примерно вот так, как у меня сейчас на картинке. Это ссылочка на него. Опять-таки, как это все работает. Щелкаем в любую пустую графу. Открывается всплывающее окошечко, и там будет вопрос, на который нужно ответить. Вписываем в графы слова. Справа внизу есть кнопочка для проверки. Можно себя проверить и узнать, правильно ты ответил или нет. Такая викторина, кроссворд с самопроверкой. Опять, для того, чтобы это создать, нужно всего лишь заполнить конструктор. Сетку сервис генерирует сам. Нам нужно только выбрать какую-нибудь красивую подложку, на которой эта сетка будет располагаться. Смотрим, как выглядит конструктор. Конструктор выглядит следующим образом. Пары слов, вернее, как пары вопрос и ответ. Вот такими парами все здесь заполняется. Как вы видите, можно еще подсказочку добавить. И в случае, если участник затруднится, она будет значком обозначаться буковкой и английской. В качестве вопроса у меня обязательно может быть текст. Можно картинку, например, прикрепить, видеоролик. А вот ответ обязательно, конечно, будет буквенный, потому что это кроссворд. Здесь еще все проще. Просто вписываем список вопросов, ответы. Сервис все это перемешает и сам сгенерирует этот кроссворд. Самое интересное, что если этот кроссворд открывать несколько раз, может быть, каждый раз сетка как-то будет выглядеть по-другому. По крайней мере, у меня так было. То есть там автоматическая идет генерация, насколько я поняла. Тоже все несложно. Ну и еще одна интересная игрушка – это видеовикторина. Когда за основу берется какой-то видеоролик, и внутрь этого видеоролика хочется вставить какие-то задания. Задания эти нужно сделать в самом же этом сервисе Learning Apps. Например, вот такой вот видеоролик. У меня мультик был про Мурманскую область. И внизу четыре цифры с заданиями. Ну, две из них с комментариями и два заданиями. Первая и четвертая. То есть ролик проигрывается. В определенный момент он останавливается. Открывается задание, которое нужно участнику выполнить. Видеоролик может давать какую-то подсказку. Либо там, может быть, где-то был ответ спрятан. Либо, может быть, просто по той же тематике. Тут уже на ваше усмотрение, какое вы будете давать задание. Если участник ответил, все верно, видео можно проигрывать дальше и дальше этот видеоролик просматривать. Видео загружается с YouTube. Ну, а дальше, вернее, заранее, нужно создать те самые задания, которые вы будете прикреплять. Задания выполняются в этом же сервисе в Learning Apps. Сохраняются в личном кабинете. И оттуда мы их и будем добавлять. Например, мы создали кроссворд и викторину. Загрузили видео с YouTube. Дальше, что мы делаем? Мы выставляем отсечку времени в графу «Время начала показа». То есть в этот момент видео должно остановиться на 27 секунде. Далее заполняем графы, либо вставка. В случае вставка вы можете просто какое-то дополнительное пояснение задать. Либо просто вопрос, на который просто участник должен как-то ответить. Но интереснее, конечно, если это будет какое-то упражнение дополнительное. Поэтому выбираем, например, вставка «App». Нажимаем на большую синюю кнопку «Выбрать приложение». Открывается наш личный кабинет, и мы оттуда достаем викторину, которая нам нужна. Таким образом мы ее прикрепили к видео. И дальше идем в следующая отсечка. Таким образом пошагово и создается такая видеовикторинка. Тут самое главное не переборщить с заданиями, потому что иначе это может все зависнуть. К сожалению, видеоролики и вместе с прикрепленными заданиями весят довольно много. Ну, максимум 5 заданий. Больше либо участники устанут, либо все может зависнуть. А так, довольно неплохая история. Это очень простой конструктор для создания интерактивного видео. По сути, просто и быстро. В общем, примерно в таком же духе все остальные шаблоны действуют. Здесь несложно, все на русском языке. Сервис абсолютно бесплатный, тарифы свои не меняет. Интерфейс практически один и тот же. Ну, там плюс-минус с классами сейчас определяются, что они будут делать. А все конструкторы очень хорошо работают и по сей день. Так что советую. Идем дальше. Сервис WorldWall. Это такой сервис, больше, наверное, на детскую аудиторию рассчитан. Хотя здесь тоже довольно много интересных и более серьезных заданий. Сейчас я вам в чат сразу несколько длинных ссылок отправлю на какие-то задания. Я тоже выбрала несколько вариантов. Первая ссылка – это векторина. Вторая ссылка – это игра «Найди пару». Сейчас я сразу все отправлю, а потом походу буду комментировать все. Это кроссворд. Ну и последнее – это диаграммы с этикетками. Это тоже хороший конструктор для быстрого создания контента. Он хорошо переводится в Google Переводчики. Все-таки сервис англоязычный. Ну вот через переводчик он мне вот так перевел все шаблончики. Тут стало все намного проще и понятнее. Поэтому с Google здесь в придачу можно очень хорошо работать. Так, вопрос появился. Есть ли возможность разветвленного сценария, когда продолжение видео зависит от ответа на задание? Нет, это очень сложная конструкция. Разветвленным сценарием видео сейчас был такой сервис, Адвентер он назывался, когда можно было такой квест создать. Это был единственный сервис, который бесплатно позволял подобный сценарий реализовать. Сейчас Адвентер в тестовом режиме работает. В принципе, если вам интересно, можете его через поиск поискать, найти вот этот единственный конструктор, позволяющий такие разветвленные сценарии создавать. Ленинапс он все-таки простой. Очень простой. Итак, возвращаемся к Word Wall. Что здесь есть? Здесь есть довольно много шаблонов, где можно создавать разные виды контента. Вы видите по списку, что здесь есть. В бесплатной версии разрешается пользоваться 18 шаблонами для создания игр векторин. В принципе, довольно много. Тут есть игры со словами, и кроссворды есть, и обычные игровые векторины, пропущенные слова вставлять, искать пары. Есть и интересные игры для маленьких детей с воздушными шариками и прочими. Так что здесь можно походить, посмотреть. Сейчас на русском языке здесь много контента создается. Сразу скажу, что этот сервис условно бесплатный, он монетизирован. Бесплатно можно создать 5 работ, к сожалению. Но у него вполне щадящая платная подписка. Если вам нужна, если он вам понравился, вы хотите в нем дальше работать, то можно оплатить эту подписку, если она вам нужна. На один месяц стоит порядка 180 рублей такая подписка. Так что, в принципе, это довольно-таки по-божески, скажем так. Да, онлайн тест-пэс, да, создает диалоги с разветвлением. Но был вопрос про видео, я поэтому про видео и ответила. А сервис называется Апэстер, ой, Апэнтер. Ну, давайте смотреть, как здесь все работает. Ну, вот пример, игровое шоу, гейм-шоу-квиз Викторина. Здесь все красиво выплывает, выезжает. Здесь много красивой анимации, как вы видите, довольно симпатичная. Поэтому на детскую аудиторию, мне кажется, очень хорошо подойдет. Ну, вот, пожалуйста, у нас уже ссылки появились. Можно походить, посмотреть. Спасибо за ссылку. Изнутри как конструктор выглядит. А, очень просто, на самом деле. Сложно, если на английском можно через Google переводчик перевести, станет попроще. Но даже без переводчика тут очень мало полей, и тут очень сложно заблудиться. Вопрос, варианты ответа. Как видим, в качестве вариантов ответа можно картинку сделать. То же самое касается и вопроса. Отмечаем зеленой галочкой правильный вариант. Нажимаем «Дан» «Сохранить» и переходим к следующему. И сохраняем всю эту Викторину. Она у нас тут же генерируется. Отдельный новый вопрос добавляем кнопочкой с плюсиком. «Add question». Так что все здесь несложно. Другой вариант. Диограммы с этикетками. Ну, вот, примерно вот так это выглядит. То есть у нас дано несколько этикеток, какая-то картинка. И мы должны соотнести, ну, вот, в частности, здесь у меня буги, да, найти, кто есть кто здесь. Просто мышкой ведем от этикетки к нужному изображению. Такое, получается, интерактивное изображение. Вот такого шаблона я, пожалуй, ни в одном конструкторе не видела. Так что интересно довольно получается. Игра интересная. Тоже все очень просто. Нам нужна просто картинка, какое-то изображение, на которое мы будем наносить вот эти интерактивные метки, интерактивные точки, к которым будут прикреплены диаграммы. Нам просто эти точки нужно составить и диаграммы придумать, эти метки. Ну, вот, нажимаем на кнопку «Добавить метку с плюсиком». Это я через Google переводчик перевела. Вот, называем каждую метку. Нажимаем плюсик, щелкаем. Они все будут пронумерованы, так что, чтобы мы не потерялись. Ну, вот, по цифре 1 Аполлон – бог искусства. По цифре 2 у нас Афродита будет, да, богиня красоты. Итак, необходимое количество меток создаем, каждую как-то называем. Сервис все это генерирует, получается интересная игра. Просто и интересно. Самое интересное, если вы зайдете в какую-нибудь ссылку, то сбоку вы увидите, что можно переключиться на другой шаблон. Если вам игра в этом шаблоне надоела, вы этот же самый контент можете переделать в другую игру. Там пощелкать, список шаблончиков будет рядышком с правой стороны. И у вас игра тут же переделается в другой шаблон. Это интересно и необычно. Можно так разнообразить тоже свои задания. Игра «Найди пару», пожалуйста. Тоже все просто, да, нужно портрет соотнести с именем человека, да. Похожее было и в Ленин Эпс. Там тоже есть такая же игра «Найди пару». И тоже конструктор, в принципе, похожий. Нам нужны пары. Пары могут быть в виде слов и в виде картинок. Загружаем картинки с компьютера, слова вписываем в нужные графы. Добавляем через плюсик новый элемент и нажимаем «В конце выполнено». Вот, конструктор переведен, опять-таки, повторюсь, через Google-переводчик. Ну и кроссворд. Если сравнить с Ленин Эпс, он не такой красивенький. Здесь вот такой вариант подложки. Ну, по-своему, тоже неплохо. Тоже все очень просто. Это все генерирует сам сервис. Нам нужно только создать список слов и заданий. Вопрос-ответ. Вписываем в первую графу вопрос, во вторую графу ответ. Если в Ленин Эпс можно было картинки подгрузить, то здесь, к сожалению, все только в текстовой бумаге. Поэтому вот по кроссвордам WorldWall немножко проигрывает. Но зато он выигрывает в плане анимации, необычности, движения. Эти игры больше напоминают компьютерные игры. То есть там какое-то движение происходит, что-то такое необычное. Поэтому, может быть, для малышей хороший вариант подойдет. Так что тоже неплохой сервис. Можно взять его себе на заметку. По крайней мере, попробовать в нем поработать. Еще один интересный малышовый сервис – это Кэнди. Этот сервис вообще очень простой. Он на английском, поэтому я не стала его на первое место ставить. Тоже там. Англоязычный интерфейс, может быть, кого-то отпугнет. Да, филворды интереснее, чем в Ленин Эпс. Ну да, тут уже дела вкуса. Филворды, да, там. Но больше анимации, наверное, за счет этого интереснее. Опять несколько ссылочек самых разных. Так, первую я вам обычную викторину отправила. Вторую – это Кроссворд. И третья – сейчас игру со словами «Анаграмма». Там саму механику просто посмотреть, как это все интересно и прикольно выглядит. Сервис для детей. Абсолютно бесплатный, без ограничений. Все работает. Создается три вида игр. Игры со словами, игры на поиск пары и игры, связанные с вопросами и ответами. Вот они сразу на первой, на стартовой странице все это и обозначили. Words, Matching Pairs и Quiz Questions. Давайте смотреть. Ну вот, например, если мы выбрали игру со словами, нам предлагают на выбор либо филворд, либо, причем двух вариантов, где можно зачеркивать слова и где вставлять буковки из списка. Дальше – анаграмма, где там переставляются буковки, тоже из этих букв надо сложить слова. Причем точно так же, как и в WorldWallet, вы можете просто забить список слов каких-то, и на выбор вы получите сразу три игры. Такое – три в одном получается. То есть вы одну и ту же игру можете в трех вариантах представить. Другой вариант, как это все выглядит, да, вообще безумно просто. Просто список слов. Добавляем каждое слово с новой графы. Вот эту белую графу вписываем слово, нажимаем черную кнопку, добавляем новое. У меня вот был список слов вот таких. Это название начеленных пунктов Бурманской области, если что. И вот первую ссылку, которую я вам давала, это как раз сервис их так намешал и заставил из этих букв составлять слова. Это была анаграмма. Делается это 5-10 минут. Все, и у вас три игры уже в кармане. Дальше. Другой вид игры – это игры на нахождение пар. Это крестики-нолики, это разные кроссворды, это игра, которая так и называется, найди пару, это карточки на запоминание, на внимание. То есть они оборотной стороной повернуты. Открывая по карточке, надо вспомнить, где точно такая же находится, соотнести пары, по сути. Вот тоже все это очень просто делается. Просто составляем список слов. Ну, сейчас покажу. Пары создаем. И дальше 4 игры на выходе получаем. Ну, тоже, три кнопки всего, да. К сожалению, тут особых заморочек нет. Тут нет ни картинок, ни видеороликов, подгрузить ничего нельзя. Просто тексты. В первую графу вносим имя автора, во вторую название произведения. Первая пара создана. Таким образом создаем столько пар, сколько нужно. Сервис все перемешает и, собственно, создаст вам 4 варианта разных игр. Ну и самый сложный, в кавычках, шаблон. Это шаблон с играми-векторинами. Он всего в одном варианте. Игра с выбором одного ответа. Вписываем вопрос. В первую графу висываем правильный ответ, в остальные неправильные. Сервис все вам перемешает. Ну и создаст векторину на выходе. Дополнительные всякие красивости. С правой стороны там появляются смешные человечки, анимашки, которые будут отсчитывать баллы. Там красиво будет пересыпаться. Нечто в случае правильного ответа. В случае неправильного. Там тоже что-то должно происходить. Какая-то анимация работает. В общем, такие смешные, незатейливые векторины для маленьких. Для начальной школы, например, отлично заходят. Вот в этих векторинах они могут участвовать без регистрации. Просто даете им ссылку и код, и они могут поиграть. Все эти сервисы, о которых я вам говорю, они все вставляются на сайты и в блоге. Есть и ссылка, и код. Можно их пристроить, разместить на любой платформе, если это вам необходимо. Так что просто и быстро. Давайте еще посмотрим на русскоязычные сервисы. Это сервис E-треники. Он первоначально рассчитан на учителей. Он представляет немного шаблонов. Здесь всего 5. Шаблоны интересные, анимированные, напоминают в чем-то компьютерные игры. Хотя жалко, что их мало. Хотелось бы развитие сервиса. Вы можете зайти прямо на стартовую страницу, посмотреть. Там есть примеры по всем пяти шаблонам. Я выбрала только два примера. Первый сейчас на экране. В чем принцип? Это игра на сортировку. То есть у нас есть название морей. Нам нужно их рассортировать по океанам, что куда относится. Чтобы направить этот блок в нужное направление, нам потребуется передвинуть рычажки. Те, которые двигаются, отмечены коричневым цветом. Мышкой их можно двигать и направлять блок в нужное место. Как это все работает? Выпадает блок, у вас есть несколько секунд, чтобы обдумать, куда его отправить. Ну и далее с помощью рычажков этот путь прочертить. Здесь может быть несколько скоростей. Можно побыстрее настроить, можно помедленнее, в зависимости от способностей ваших пользователей, участников. Сервис на русском языке, поэтому пользоваться им очень просто. Для того, чтобы сконструировать что-то подобное, нам просто необходимо придумать четыре категории, максимальное количество, можно меньше. И в каждую категорию прописать слова, которые к ней относятся. Чем больше слов, тем интереснее будет игра. Например, произведение Тургенева, ну а дальше слова на блоках будут название его произведения. Отцедейте, записки охотника и тому подобное. Сохраняем, и сервис все это нам генерирует. Примерно точно так же работает и другой шаблон. Называется он, ну игра называется сама NLO. Смысл здесь в следующем. Пролетает летающая тарелка, скидывает блоки, перемешанные, и дальше появляется задание, что нужно из этих блоков отобрать. Например, из этих блоков нужно выбрать слова с безударной гласной «Е» или «А». То есть оставляете нужное и ненужное выкидываете за борт. Как только вы правильно выполнили задание, летающая тарелка забирает все, что осталось, и дает новую, вводную. Опять-таки, создать это задание очень просто. Вам нужно всего лишь прописать слова на блоках, придумать и объединить их в группу. Например, вот первая группа. Допустим, у нас здесь будут названия произведений каких-то, неких. Ну, например, это будет произведение, опять-таки, Тургенева. Прописываем список каких-то слов и напротив выбираем одно из двух. Либо оставить, либо удалить. Первая группа готова, первое задание готово. Нажимаем «Ок» и сохраняем. Дальше можно создать еще одно задание. Их количество здесь не ограничено. Тарелка может прилетать столько раз, сколько вам захочется. Тоже просто и эффективно. Единственное, что здесь нельзя встроить, это все на страницу сайта и блога. Вот только ссылку дают. Ну и второй минус, что если много таких игр создавать, они будут однотипны и могут быстро надоесть. А так, в общем, время от времени чем-то интересненьким побаловать, побаловать это было бы, наверное, неплохо. Сервис бесплатный. Ну, мы добрались до одного из мастодонтов для создания игр. Сервис удоба. Тоже русский язык. И тоже название говорит само за себя. Да, использовать его довольно удобно. Тем более, что он не только умеет делать игры. Хотя игровой контент здесь превалирует, пожалуй. Вообще здесь более 50 шаблонов самых разнообразных. Начиная лентой времени и заканчивая виртуальными экскурсиями. Он делать может практически все. Ну, вот я открыла список всех шаблонов. Это только вот одна, наверное, треть или четверть из того, что он умеет. То есть интерактивное видео он умеет, и презентацию курса, и разные викторины, и игры со словами, флеш-карточки, ленту времени, виртуальная экскурсия, в том числе и 360 градусов. В общем, много-много всего. И все это бесплатно, и сервис довольно удобный для использования. Он переведен на русский язык, но как-то переведен немножко частично, потому что некоторые шаблоны, некоторые конструкторы, все-таки там еще встречаются англоязычные названия, но это не мешает особо работе. Ну, в случае чего можно опять-таки с Google-переводчиком подружиться, если что. А так, в общем, несложно и быстро, и просто. Этот сервис больше рассчитан, конечно, на встраивание. Поэтому, если по ссылке пойти, иногда не очень красиво будет открываться это все. Он больше настроен на то, чтобы взяли код и встроили это куда-то на страницу сайта и блога. Тогда он будет смотреться симпатичнее. Ну, в общем-то, так тоже неплохо. Давайте смотреть, что здесь есть. Викторин здесь много. Я пыталась их сосчитать, в итоге это считалось до 12. То есть 12 разных игр в викторин здесь можно создать. Самые простые показывать вам не буду, потому что они не очень интересные. Выбрала несколько из них, которые мне нравятся, которые я использовала в работе. На мой вкус, будем тогда ориентироваться. Первую ссылку я вам уже, по-моему, в чат отправила про северных животных. Может быть, уже немножко посмотрели. Это викторина, в которой я собираю в себе сразу несколько типов вопросов. Это был такой пробный вариант. Я просто попробовала разные типы. И там особо глубокого содержания можно не искать в этой викторине. Просто разные типы. Все шесть типов вопросов я попыталась там собрать. Это интересный вариант, потому что обычно викторины довольно однотипные. То есть выбрать один вариант из нескольких. И все. А здесь в одной викторине можно самые разные виды заданий придумывать. И со словами, и с выбором ответов, и с картинками. Так что здорово это. Шаблон называется набор вопросов. Регистрируйтесь, выбираете этот шаблон и начинаете заполнять конструктор. До последнего момента вы не увидите, как будет выглядеть ваша игра. Только на последнем этапе, когда сервис начнет все-таки генерировать, мы сможем посмотреть, что же в итоге получилось. Начинаем. Здесь шесть типов вопросов я сказала. Первый, например, вопрос multiple choice. Это вопрос с выбором одного ответа из нескольких. Задаем вопрос. Соответственно, вписываем правильные ответы. Отмечаем правильные. Здесь есть подсказки. Здесь есть обратная связь. Здесь все хорошо прописано. Вы можете прописать разные варианты ответов обратных, которые получат игроки в случае своего ответа. Можете какие-то подсказки вписать. Здесь все неплохо устроено. Собственно говоря, все на этом. Дополнительно в разделе «Медиа» вот эта серая вкладочка, сюда можно прикрепить картинку для дополнения, либо видеоролик. Дальше. Второй вариант вопросов. Это был вопрос вот с такой вот выдрочкой. Картинка. Задание. Перенесите мышью на изображение верный ответ. Та же викторина, только немножко по-другому устроенная. Нам нужно определить вид этого животного. Мышкой выбираем нужную кнопку и несем в сторону выдры. Чтобы не промахнули, здесь выделено квадратиком, прямоугольничком, то место, куда нужно эту кнопку разместить. Тоже все делается через конструктор. Вот так он выглядит. Загружаем картинку. Кнопки эти рисуем, изображаем. Внутри кнопки можно вписать текст, как у меня, а можно картинки вписать, вставить вернее. А далее, ну, к каждой этой кнопке прикрепляем реакцию. Правильно, неправильно. Ну, вот так. Галочкой поставили правильное. Задание придумали. Нажали в конце на кнопку «Дан» или «Сохранить». Ну и, в общем, сохранили. Задание готово. Тоже все делается просто. Своей игры пока здесь нет. Про свою игру я в конце вебинара расскажу. Покажу вам три сервиса, которые позволяют свою игру создавать. Так что, вот, пожалуйста. Далее. Игра со словами, викторина со словами. Здесь нужно вписать правильный ответ. Все очень просто. Тоже конструктор заполняем. Как здесь все работает? Описываем задачу. Дальше вписываем текст. А нужное слово, которое нужно вписать, заключаем в такие звездочки с двух сторон. Все. Добавить новый текстовый блок – это кнопка «Добавлять новое предложение». У меня там было одно про камбалу в задании, а вы можете их прописать 5-10, сколько хотите. Вот здесь все не ограничено. С такими звездочками очень быстро все создается. Еще был вопросик у меня там – отметить неправильные слова. Отметить, то есть щелкнуть по ним мышкой, потом можно себя проверить. Тоже все через звездочку делается. Придумываем название, заголовок, описание задачи, что нужно делать. Заголовок и описание задачи, кстати, могут совпадать. У меня, по крайней мере, так получилось. Все равно будет показываться только описание задачи, и все. Заголовок – это чисто для вас. Ну и дальше в область ввода вводим список этих слов неправильные. Опять в звездочке заключаем. Сохраняем. Таких вот штучек со звездочкой, может быть, опять несколько. Называется это все «Mark the words. Отметь слова». Другой вариант. Примерно та же история, только теперь нам нужно не отмечать слова, а наоборот их вставлять. Мышкой переносим справа налево в нужные места текста и вставляем. Беседа, белую сову и северного оленя нужно по сказкам разобрать. Все то же самое. Описание задачи, заголовок в поле текста. Вписываем опять в звездочки эти слова. Сервис их переделает в кнопки, и получится у нас вопрос «Драктекст». «Перенеси текст». Ну и самое простенькое – это «Правда-неправда». «Правда-ложь». Как это работает? Ну, выбираем вопрос, который называется «True-False-Question». Записываем задание, правильный отмет. «Нет», отмечаем звездочкой. Дополнительно опять вот эта серая появляется у нас вкладка. У меня там написано сейчас «Имидж». Это потому что я туда подгрузила картинку. Вот. Это вкладка «Медиа» на самом деле, которая добавляет либо картинки, либо видеоролики. Ну, как дополнительная подсказка к вопросу. Сохраняем. Вот таким образом вы можете чередовать разные типы вопросов внутри одной викторины. Количество вопросов не ограничено. Можно их делать больше, меньше, столько, сколько захотите. Вот. Ну, давайте еще какие-нибудь шаблоны посмотрим. Здесь их довольно много разных интересных. Ну, например, вот такая. Игра «Найти пару». Мы уже видели разные пары. И в Лене Непс она была, и в Ворд Воле. Вот здесь такой вариант. Это у меня котики литературные. Нужно соотнести котика и писателя. Котика взять и перенести к писателю. Из одной колонки в другой. Внизу должна быть кнопочка «Проверить». И за каждую правильную пару будет начисляться по одному баллу. Ну, как вы понимаете, здесь очень простой будет конструктор. Пары просто две картинки. И к каждой картинке дописываем название. У меня Матроскин, Эдуард Успенский. Подписала и одну, и вторую картинку. А синей кнопочкой добавила новую пару. Список всех пар будет отображаться слева. После того, как это все загружено, нажимаем «Сохранить». И у нас игра готова. Пожалуйста. Можно пользоваться. Разновидность этой игры. Здесь уже не пары искать, но тоже мышкой придется поработать. Это расположить в нужном порядке. Ну, я далеко не ходила за примерами. Взяла книги о Гарри Поттере. Вот задача такая – разложить их по порядку. Как они все написаны, в какой последовательности. Как это работает, тот же конструктор. Нам нужный список всех этих книжек с обложками. И загружаем их как раз в нужном порядке. Вот так, как они есть. Один, два, три, четыре, семь книг. Вот по порядку я их загрузила. Дополнительно можно сюда добавить, кроме картинки, еще аудиофайл, если необходимо. Ну, вдруг там какой-то музыкальный фрагмент вы найдете подходящий. Можно еще добавить на аудио, добавить. Ну, а далее сервис все перемешает и сделает из этого игру. Ну, и еще один шаблончик. Говорить тут можно бесконечно. У меня будет отдельный вебинар по сервису Утопа. Так что, если вам интересно более подробно обо всем, со всякими фишечками и находочками, то в середине этого года будет отдельно. Ну, а сейчас просто такое экскурсия знакомства. Шаблон называется флеш-карты. Наверняка знаете, что это такое. С одной стороны у таких карточек какой-то вопрос, с другой стороны ответ. С одной стороны слово, с другой стороны перевод. Здесь они, правда, не переворачиваются, но само задание выглядит действительно как карточки. Нужно вписать правильный ответ, ну, и затем проверить себя. Если ответ верный, то карточки меняются местами, появляется новая карточка. Примерчики я вам отправила в чат. Тоже очень-очень простой конструктор. Нам нужны сам вопрос, соответственно, ответ и картинка, которая помогает ответить на этот вопрос. Из этих трех частей можно очень быстро создать вот такую викторину с карточками. Она здесь очень красиво оформлена, в таких синих тонах, очень стильно смотрится. А если ее встроить на сайт и блог, еще красивее получится. Так что тоже все очень просто. Минут за 15 можно смастерить викторину, и достаточно все быстро произойдет. Дополнительно вы получаете на выходе ссылку и код, чтобы встроить на страницу сайта или блога. В чате написали, что звук пропал. Действительно ли он пропал? Напишите, пожалуйста, в чате, слышно ли меня, ну, хотя бы плюсиков поставьте. Да, звук есть, отлично. Пропажа звука может быть, если вы с мобильного телефона слушаете. Вот, такое бывает. Связь неустойчивая, возможно, пропажа. Спасибо большое, все поняла. Продолжаю тогда дальше, если со звуком все в порядке. Итак, есть ли у сервиса Утоба конкуренты? На самом деле есть похожий сервис, он англоязычный. У него тоже много разных интересных шаблонов. Он больше ориентирован на учителей, потому что это сервис, который позволяет контролировать ответы. У меня часто на вебинарах спрашивают, а вот как, что, если вот мне нужно отследить, смотрят ли эти задания, там, как они отвечают. Хочется контролировать процессы заполнения викторин. Есть некоторые сервисы, которые позволяют статистику получать, допустим. Ну, в Удобе можно тоже просматривать статистику, но вы будете видеть там только количество просмотров вашей игры, викторин и так далее. А вот если вы прямо настроены на целенаправленное обучение с помощью игры викторин, ходите контролировать это все и проверять, то тогда можно попробовать вот этот сервис Book Widgets. Ну, сразу должна предупредить, он тоже немножко монетизирован. Ну, как немножко. Здесь есть демо-версия на 30 дней на месяц. Абсолютно бесплатно предоставляет доступ ко всем шаблонам, какие только здесь есть. К сожалению, через 30 дней вам предложат только платный тариф, к сожалению. Ваши задания не исчезнут, то есть вы даже будете иметь к ним доступ. Правда, вы уже не сможете их отредактировать, но зато вы можете их использовать. Можете публиковать на сайте, в блоге, делиться, если необходимо. Но новых создать не получится, эти отредактировать тоже. Платный тариф здесь, ну, кому как, конечно, месяц 9 долларов. То есть если вы хотите, он в принципе очень удобный, я сейчас покажу, что можно в нем сделать. Можно попробовать сначала 30 дней, если понравится, можно на какой-то период себе оплатить подписку. По крайней мере, я пока его осваивала, я на пару месяцев оплачивала подписку, мне он, в принципе, понравился. Ну, давайте смотреть. Конструктор интерактивных упражнений, шаблоны. Я перевела их с помощью Google-переводчика, чтобы было понятнее. Как видите, здесь очень много всего интересного есть, как и удобно. Здесь есть отдельные игры, пазлы, собрания пар, кроссворды, игры со словами, палач с веселицей и так далее. Есть более учебные задания. Ну, например, можно рабочий лист создать, можно ленту создать, викторину, флэш-карточки, виртуальную доску можно создать. Причем двух видов. Просто доску и разделенную доску. Но я сосредоточусь, тоже тут много всего. Я сосредоточусь только на игровых вариантах. Пару шаблонов покажу, как они работают. Ну, а там уже выбирайте. Две ссылочки, нет, три, пожалуй, ссылочки я вам сейчас отправлю в чат. Ну, начнем с викторины. Викторина здесь очень необычная. То есть это такая викторина, где проверяет это все учитель. Учитель – это вот как раз тот вариант, когда не самопроверка, а когда вы отправляете свои задания на проверку, а вам потом учитель дает обратную связь. Правда, неправда. Ну, вот первую ссылку я вам отправила уже. Посмотрите. Там, если полистать, там довольно много заданий в виде такого длинного рабочего листа будет. И там практически все варианты вопросов, которые могут быть в викторине. Ну, вот еще один вариант – это вот моя собственная, то, что я тренировалась. Как это все работает? В общем, выглядит все неплохо. Здесь и тексты, и картинки подключаются, и сам конструктор несложный. Вот таким образом он выглядит. Я тут для подсказок все подписала. Вопросы. Дальше варианты ответов. Вот это самый простой вариант, когда мы вписываем несколько вариантов. Один отмечаем как правильный, дальше нажимаем кнопку «Рандом». Это значит перемешать. Все вопросы будут у нас в итоге перемешаны. Ой, не вопросы, а варианты ответов будут перемешаны. Сохраняем. Первый вопрос у нас готов. Все очень просто. Дополнительно к вопросу можно прикреплять картинку, если это необходимо с компьютера, например, загружать. Другой вариант – это, например, кроссворд. Вот таким образом он выглядит, чем-то напоминает Learning Apps. Вот, пожалуйста, такой кроссворд. Тоже нам нужна картинка для подложки. Здесь уже ничего не всплывает. Здесь все задания написаны сбоку, справа и слева. Остается только правильно все вписать. То есть ученики вписывают правильные, неправильные ответы. Вернее, на их взгляд, правильные ответы заполняют кроссворд. В конце будет кнопочка «Отправить учитель на проверку». И учитель все это проверяет. Это как раз вариант учебной викторины. То есть если вам необходимо жестко отслеживать ответы учеников, кто что, то можно варианты эти придумать. Ну и так тоже, в принципе, в блоге и в сайте это оставляется. Можно получить код и ссылку на любую работу. Кроссворды вообще здесь все очень просто создается. Вписываем слово напротив толкования слова. Таких слов может быть сколько угодно. Новое слово добавляется синенькой кнопочкой «AddVed». Новое слово. Далее все это нажимаем на кнопку «Generate». И, собственно говоря, кроссворд у нас готов. Ну, опять-таки, повторюсь, это очень специфический конструктор. Это больше для учителей, конечно, подойдет. Библиотекари вряд ли будут заниматься проверками всех этих заданий, отсылать обратную связь и так далее. Ну, если захочется, можно 30 дней попрактиковаться. Вдруг что-то понравится, можно сделать какую-то интересную работу у себя. Давайте перейдем еще к одному мастатонту. Называется он «Жениали». Я о нем говорю, наверное, уже на каждом вебинаре. С разных точек зрения уже его обсмотрела. Это сервис для создания разного вида интерактивного контента. Вот, пожалуй, по интерактивности он сейчас на первом месте, потому что здесь очень все симпатично и красиво получается. Здесь красивая анимация, движение, много интересных шаблонов для разного вида контента. Здесь можно и просто картинки, открытки создавать, и инфографику делать, и презентации. И в том числе есть раздел с играми отдельно. Они так и называются «Games». Здесь даются шаблоны, на которых можно практиковаться и создавать свои игры. К сожалению, он на английском. Google-переводчик. Если сложно, попробуйте через него. Ну, я думаю, вы знаете, да? Правой клавишей мыши щелкаем в любое место на сайте. Выбираем опцию «Перевести на русский язык». Если у вас Google-браузер, все переведется на русский. Так будет попроще работать. Хотя конструктор, он, в общем, несложный. Там сначала стоит начать все-таки с шаблонов. Хотя игры можно создавать и с нуля. Я вам сейчас пример шаблона отправила в чат. Называется эта игра «Интерактив Тривиал». Как это выглядит? Ну, вот если вы ссылочку откроете, то вот так она выглядит. Это такое, как… Я не знаю, похожих вариантов в русских играх нет. Как счастливый случай и не поле чудес. Ну, в общем-то, есть такое вот колесо. Выбираете категорию из этого колеса. Они внизу подписаны. Открываются вопросы. В каждой категории может быть несколько вопросов. Вы на них отвечаете, открываете правильный ответ и сами себя проверяете. Такая игра с самопроверкой. А пользователи видят, естественно, русский язык, который вы прописали в заданиях. Сам конструктор на английском. А задание вы пишете на русском. Кириллица здесь поддерживается. И пользователи видят только то, что вы им написали на русском языке. Сервис условно бесплатный. Здесь часть шаблонов, если вы обратили внимание на скриншот, помечены такой желтой звездочкой. Вот это платный контент. Все остальное без пометок – это все бесплатно. Более того, вы можете начать вообще с нуля, но это немножко сложно. Все-таки можно по шаблончикам сначала прогуляться. Как этот шаблон выглядит? Он выглядит, как слайды презентации. Поэтому даже если на английском, тут несложно. И самое замечательное, что здесь внутри уже все настроено. Цвет, дизайн, оформление, анимация. Здесь все красиво вылетает, выплывает. Вам не нужно на это тратить время. Хотя вы можете все переделать. Изнутри игрушка выглядит так. Каждое новое задание будет на отдельном слайде обозначено. И после каждого слайда будет обычно обратная связь. Правильно, неправильно. Там все написано на английском или на испанском. По-разному. Это сервис такой англо-испанский, я бы сказала. Стираем все нерусское, вписываем свое. Если сложно, пробуем через гугл-переводчик, чтобы разобраться, что есть что. Ну, и остается только просто свои задания. Сюда подставить, стереть английские надписи и вставить свои. И все это заработает. Давайте я вам еще один шаблон покажу, в котором я тренировалась. Тревел. Это хорошо. Я еще нашла вот такой, мне понравился. Называется интеллектуальный дартс. Ну, наверняка знаете, что такое дартс. Кидайте, дротики. Выглядит это вот так. То есть у нас есть набор вопросов. У нас есть 10 дротиков, которые нужно кинуть в цель. Тут она нарисована, видит, такое. Мишени. Если ответили верно, то дротик летит прямо в цель, попадая на десятку. Или как она там называется, в середину мишени, в общем. Если ответ неверный, дротик падает вниз. Вот таким иным случаем настроена анимация. Это тоже все готовый шаблон. Ваша задача просто добавить задание, вместо английского свое. Количество поигравших в статистике можно посмотреть. После каждого в личном кабинете можно посмотреть. Я вот боюсь ошибиться, по-моему, есть там статистика по количеству просмотров. Но если даже ее там и нет, то если вы куда-то эту викторину встроите на сайт или в блог, вы можете смотреть уже просмотр страницы с этой викториной. Ну, если вам очень-очень нужна статистика. Ну, вот я что-то отдельно статистикой задавалась вопросом. Я посмотрю, есть ли здесь. Боюсь вас обмануть. Мне кажется, что есть, но могу ошибаться. Ну, смотрим, как это изнутри. Все тут же, все те же слайды. Вот. Что у нас здесь? Есть стартовый слайд, есть задание. Нет, я сюда добавила еще картинку вот этого камня. У меня там минералы. Я добавила сюда картинку. Здесь все можно двигать. Мишень чуть-чуть подвинуть. Это карточку с заданием тоже подвинуть, чтобы картинка влезла. Вот. А дальше там будет несколько слайдов с правильным ответом. Вы там пишите правильно, молодец, восклицательный знак с неправильным ответом и так далее. И, в общем-то, убираем свое, убираем то, что есть, загружаем свое. Дополнительно, вот этот вот, например, шаблон. У меня там внутри, если вы ссылку откроете, внизу есть кнопочка «Переделать под себя», «Reuse». Я открыла этот шаблон для редакции. Вы, собственно говоря, если что-то создаете, можете тоже открывать шаблон для редакции. Это для чего? Меня попросили, сказали, а можно ваш шаблон использовать и сделать что-то свое? Да, пожалуйста. Вот. Так что там внизу есть кнопочка. Вы можете, вот, если зарегистрируетесь в сервисе, можете на нем попрактиковаться. Он у меня открыт для редактирования. То есть вы на эту кнопку нажмете, эта викторина у вас сохранится в личном кабинете, и вы сможете ее переделывать так, как захотите. Вот. Такая история. Ну, а вообще можно, конечно, когда вы достигнете определенных высот в создании таких викторин, вам уже будет тесно в шаблонах, хотя шаблонов здесь много, и постоянно что-то новенькое появляется. Можно попробовать вот создать что-то такое. Конечно, это потребует огромного количества времени, я думаю. Это счастливый случай, викторина. То есть мы берем просто слайды белые с презентацией, а внутрь туда заполняем контент. Продумываем там обратную связь, обратную навигацию туда-сюда. В случае правильного ответа, что будет, какой слайд появится. В случае неправильного, что получится и так далее. Кнопочки, которые будут переходить от слайда к слайду. В общем, вот. Это такая интересная работа, но довольно трудоемкая. Но если вы уже мастер, то почему бы и нет? Можно создать свою работу и потом хвастаться ей. Вот такая история с сервисом Genial. Вообще в нем много всего интересного. Отдельно есть еще квест, но поскольку квест – это тема моего отдельного вебинара, я просто скажу, что она здесь, эта опция присутствует. Здесь можно создавать игры тоже по слайдово, но в виде квеста. Вот, например, такая игрушка. Там путешествие по странам. Каждая точка на карте – это задание. Выполнив задание, получаете какой-то код. Из этого кода складываете шифр и вводите его в этот ящичек. Кодовый ящичек. Сейф открывается с помощью этого шифра. Если вы все правильно ответили, ящичек откроется. Ну, смотрите. Тоже все сделается по слайдово. Это готовый прямо шаблон. То есть вы можете, допустим, стереть эту картинку, загрузить какую-то свою карту местности, подписать эти точки как-то по-другому и свои задания придумать. То есть этот квест окажется, что сделать довольно просто. Квестов здесь шаблонов поменьше, надо сказать. Там их не так много, игр побольше. Там есть и пароходы плывущие, и пловцы, и что там только нет в играх. Так что можно попробовать, очень интересно получается. Очень рекомендую. Что касается, ну, платно-бесплатно, я уже объяснила, часть шаблонов платно. Количество здесь пока не ограничено. Можно создавать столько работ, сколько захочется. Код и ссылку можно получить. И плюс здесь еще есть опция совместной работы. Вы можете подключить соавторов и делать вместе что-нибудь. Ну, давайте к более серьезным вещам. Вернемся уже без анимации. Просто вот чисто викторины, кроссворды, тесты и тому подобное. Уже говорили о нем сегодня. Онлайн тест-пэд. Сервис тоже такой многостаночник. Делик умеет делать все, кроссворды, тесты, викторины. Почему я его на первый план не выставила? Он бесплатный. Количество здесь не ограничено. Работа, но здесь много рекламы. Если у вас не стоит блокировщик рекламы, то вы ссылочку откройте. У вас сбоку и снизу справа тут же всплывет определенное количество рекламных окон. Поэтому этот сервис лучше использовать, если вставить куда-нибудь на сайт или в блог. Для детской аудитории, может быть, не очень хорошо подойдет. А вообще там, да, есть разные виды викторин. Я взяла два самых простых варианта. Викторин и кроссворд. Там есть и более усложненные форматы. Его тоже называли. Диалоговый тренажер. Когда разветвленный сценарий прописываем. Когда от ответа будет зависеть переход на следующую ступень. Я тоже отдельно о диалоговых тренажерах говорить не буду, потому что у меня будет отдельный вебинар по этой тематике с разветвленными сценариями и прочим. Я пока остановлюсь на самом простом, что здесь есть. Очень простой конструктор на русском языке. Текст, варианты ответов. Отмечаем правильно, неправильно. И подгружаем картинки. Получаем на выходе викторина. Второй вариант такой кроссворд. Но он точнее как филворд больше подходит. Вписываем ответ. Вопрос. И все это генерируется в кроссворд. Просто быстро. Ну вот если Ленин Эпс и похожи им, это больше для детской аудитории, то это более такие серьезные вещи. Здесь можно создавать уже не для детей, а для взрослых, например. Похожий на него сервис следующий. Purpose Games. Надеюсь, правильно произнесла. Более-менее. Здесь тоже разные интересные конструкторы. Есть и обычные викторины, и игры. Найти пару. И некоторые вариации. Интересные есть истории, например, вот с колонками. Найди соответствие. Из одной колонки в другую. Я вам сейчас парочку ссылок отправлю. Ну вот внизу у меня, например, игрушка. Знаете ли вы советское кино? Сейчас я ссылку на это кино в чат отправлю, чтобы было поведнее. Что здесь? Передвигая, нажимая кнопочки, переставляя их местами, нужно собрать линию правильную. То есть правильных выбрать актеров, название фильма и режиссера. Создать такую игру, правильную линию из трех частей. Здесь колонок может быть от двух до пяти. То есть можно эту игру еще усложнить. Делать здесь пять колонок, например. Ну вот такой необычный конструктор. Выполняется он очень быстро на самом деле. Здесь все с текстами идет. Название. Первая колонка, вторая колонка. Вставляем пары, сохраняем эту линию как правильную и двигаемся дальше. Количество линий не ограничено. Здесь еще есть счетчик. Количество правильно выполненных заданий в процентах. Собственно говоря, можно тут же отслеживать свой прогресс и проверять себя таким образом. В общем, тоже интересный конструктор. Он, правда, на английском. И опять-таки все та же реклама. Он практически как онлайн-тестпэд. Такая же история с ним. Есть тут еще такие необычности. Например, игра с изображением. Тоже я таких еще не видела. Что-то есть в удобе похожее. Здесь немножко по-другому реализовано. Но принцип какой? Здесь на изображении несколько точек интерактивных меток. Нужно в каждую метку вписать название подходящее. Найти, что здесь что. Ну, пощелкайте по карте, можете посмотреть, как это все работает. Вверху появляется задание. Например, найти Каспийское море. Ну, и вам нужно найти подходящую интерактивную метку, где это море расположено. В случае правильного ответа, соответственно, в это увидите. В случае неправильного тоже. Все это делается очень просто. Загружаем в любую карту, картинку, на которой вы будете играть. Ставим эти метки. К каждой метке вписываем правильный ответ. Сохраняем. А дальше уже игроки играют. Опять-таки здесь количество в процентах правильных ответов. Здесь таймер для отсчитывания времени и так далее. Ну, это так, вкратце. Если что-то заинтересует, можно уже поподробнее внутри самого сервиса погулять и посмотреть. Ну, и во второй части вебинара расскажу уже о таких узкоспециализированных сервисах. Если вам не нужно какой-то особой красоты, анимации, вам нужно просто чисто опросник создать. Там, кого-то что-то о чем-то опросить. Просто какую-то очень простенькую викторину создать без особых энергозатрат. Ну, есть такие специальные конструкторы для этого. Самый простой вариант – Google Forma. Я даже на нем особо останавливаться не буду. Пару ссылок в чат отправлю все-таки. Это хороший конструктор на все времена. Во-первых, потому что не нужно особо регистрироваться. Если есть Google аккаунт, у вас всегда есть к нему доступ. Во-вторых, он бесплатный. Здесь неограниченное количество можно таких опросников и викторин создать. Внутрь каждой викторины вы можете встроить текст, картинку, видео с YouTube. Если вопросов много, можно их по разделам разобрать. То есть у вас викторина будет из нескольких страниц, из нескольких разделов. Если мы нажмем на кнопочку, которая называется «Один из списка», то у нас откроется список всех вариантов вопросов, какие здесь можно вставить. Вопрос может быть открытым, закрытым, с одним ответом, с несколькими ответами. Его можно представить в виде шкалы, в виде сетки, в виде даты. Здесь большой функционал, хотя он может быть не особо красивый. Тут никаких нет анимаций специальных. Но для каких-то серьезных вариантов, серьезных опросов он очень хорошо подходит. Еще здесь есть хорошая опция, называется она «Тест». Она скрывается за вкладкой «Настройки». Тест – это спасение для учителей, потому что он позволяет проверять ответы, допустим, учащихся, если там всего выбран один вариант из нескольких. За каждый правильный ответ количество баллов обозначается. Максимально у меня прописан один балл, можно больше прописать. И участники отвечают на тест. Более того, можно в конце им тут же выдавать список их достижений. Сколько баллов они заработали. И они сразу получат обратную связь. А учителю ничего проверять не нужно. Напротив каждого участника будет стоять, сколько баллов он заработал. И так очень просто и легко можно оценивать своих учеников. Так что для учителей отличный выход из ситуации. Быстро и просто. Точно так же вы можете и в библиотеке создавать такие тесты. Более того, вместо баллов, вместе с баллами можно еще прописать пояснение. Вот про заповедники, ссылочка, по-моему, вторая, которую я дала. Там в конце викторины, если дойти до ее конца, она длинная немножко. Но она была очень специфическая. Это к нему экологических знаний. У нас победителей выявляли. Вот если в конце до нее до конца дойти, откроется весь список отвеченных вопросов. И будет отвечено, что правильно, что неправильно. И даны пояснения каждому вопросу. Пояснения прописывает создатель там, где и баллы начисляет. Сначала прописать сколько баллов, а дальше еще дополнительно дает пояснение. Вы получаете ссылку, ссылку рассылаете участникам. Они по этой ссылке переходят и работают. Более того, вы можете с авторов сюда пригласить и совместно создавать эту викторину вместе с ними. По каждому участнику есть статистика. Есть в общем по количеству всех, а есть еще отдельно по каждому. Более того, всю эту массу статистических сведений можно собрать в Google таблицу, и она у вас будет представлена в виде таблицы по каждому пользователю. Вплоть до того, в каком часу он зашел и в каком числу прислал варианты ответов. Так что, с точки зрения статистики, это вообще идеальный вариант. Все эти картинки и красивые диаграммы, это все можно копировать как картинки и вставлять в свои отчеты и планы о работе. Далее. Конкурент. Хотя на самом деле не очень сильный конкурент веб-анкета, хотя она тоже довольно интересная. Я вам самую красивую ссылку сейчас отправлю. Просто тексты, думаю, будет неинтересно, а вот с картинками намного лучше. Весь тот же функционал, что и в Google форме, этот сервис взял на себя. Один в один. Немножко интерфейс различается, но смысл тот же. И конструктор немножко иначе выглядит. Здесь тоже можно начислять баллы, можно делать автоматическую проверку. Участник в конце увидит, сколько он баллов заработал. Вы можете получать большую статистику. В общем, все, весь тот же функционал. Единственное, здесь, по-моему, только нет опции совместной работы по созданию векторины. Чем веб-анкета отличается от Google? Ну, это на тот случай, если у вас запрещено пользоваться, например, Google сервисами, а что-то похожее надо взять, можно попробовать веб-анкету. Единственное, что она тоже монетизированная. Здесь принимается до 200 ответов на одну анкету. Ну, если у вас небольшой опросник для небольшого количества участников, то, в общем, это не слишком сложно. Ну, а если что-то огромное приходится создавать, тогда уже да, тогда только Google форма, пожалуй, спасет. Платный тариф здесь от 15 долларов в месяц начинается. Ну, а весь функционал, собственно, такой же. Тут кому как удобнее. Кому Google, кому веб-анкета. И тот, и тот абсолютно практически друг друга дублирует. Ну, еще один такой. Начинающий конкурент Google, JotForm, сразу проигрывает, потому что у него есть ограничения. Здесь по количеству участников ограничений нет. Здесь есть ограничения по количеству вопросов. Если я ничего не путаю, я надеюсь, что я не путаюсь, здесь можно бесплатно создать только 5 опросов. Увы и ах. Хотя JotForm у него очень хороший функционал. Если посмотреть с левой стороны, здесь можно создавать опросники с открытыми, с закрытыми вопросами, с эстетическим текстом, с выпадающим списком, с числами, с картинками. Можно еще подгружать сюда дополнительно разные файлы. Ну, в общем, весь этот функционал и Google Form на себя тоже берет. Ну, на всякий случай тоже о нем рассказала. Вдруг понравится. Вдруг захочется в нем поработать. 5 бесплатных. Здесь можно создать опросников. Ну, и еще интересный сервис. Он создает всего двух видов задания. Первое – это обычная викторина. Вот ссылка на нее. Она очень простая. Картинка и текст. И второй вариант мне нравится больше – это так называемые флеш-карточки. Уже о нем говорила, об этом формате. Ну, например, можно из этих флеш-карточек сделать целую виртуальную экскурсию. Одновременно викторина, одновременно экскурсия. Вторая ссылка – это как раз флеш-карточки. Там переворачиваем карточку. С одной стороны картинка, с другой стороны ответ. С одной стороны изображение достопримечательности, с другой стороны объяснение, что это такое. Сервис на английском языке. Но здесь очень все просто. Здесь всего несколько граф, которые нужно запомнить. Вопрос, варианты ответов. Их можно в виде картинок представлять. Дополнительное пояснение, если нужно. А у флеш-карточек еще все проще. Текст, картинка. Одна сторона лицевая – синяя, а вторая сторона изнаночная – зеленая. Загружаем картинки, либо пишем тексты. Ингенерируем готовую игру. Все это можно встроить на сайты и в блоге. Ну и вот эту красивую читать я оставила уже ближе к концу вебинара. Это сервис Brand Quiz, он же Involve.me. Это один и тот же сервис под разными названиями. Не знаю, почему так они выбрали свой путь. Но вот можно и та, и другая ссылка рабочая. И конструктора будет один и тот же. Сейчас вторую ссылку отправлю. Ну, давайте смотреть. Две ссылочки я вам отправила про поморскую рыбалку и про виртуальный дайвинг. Ну, такие специфические векторины, они у меня в основном все краеведческие. Давайте смотреть, как это все работает. Здесь очень красиво все. Здесь есть анимация, настраивание, уже настроенное внутрь шаблона. Можно по красивую подложку делать, разные красивые кнопочки рисовать. И все это на основе шаблонов. Можно с нуля начать, но можно и взять готовый шаблон. Шаблонов здесь не очень много, но зато их можно до неузнаваемости переделать. И они будут все разные, по сути. Ну, вот так выглядит самопросник. Он в виде слайдов здесь будет. Они внизу все пронумерованы. Нам остается только стереть все, что тут по-английски написано, и вставить что-то свое на русском языке. Кириллица поддерживается. А с правой стороны список, что можно вставить внутрь этого опросника. Multiple choice – это обычная викторина с выбором одного из нескольких. Image answer – это у нас вопрос с картинками. Выбрать одну картинку из нескольких. Dropdown – это выпадающий список. Есть здесь еще рейтинг, то есть выставить по рейтингу. Это если вы какой-нибудь опросник создаете или голосование. Слайдер – это тоже ползунками что-то где-то обозначить. И плюс много разного добавочного контента. Картинки, красивые интерактивные кнопки, формы, ссылки на социальные сети и так далее. Переводится через Google переводчик, а есть еще и инструкция к нему. Смотрим, как это выглядит изнутри. Ну, вот у нас вариант с викториной. Вопрос. Дальше даны четыре кнопки с ответами. Стираем все, что там внутри. Заполняем с правой стороны. Вопрос. Дальше пояснение к вопросу, если нужно. Но у меня это чаще всего поле нерабочее, я им не пользуюсь. Дальше включаем, чтобы ответы принимались. Дальше обратная связь нужна или нет. Я люблю обратную связь, поэтому я здесь прописываю фидбэк. То есть это вот то, что появляется, когда ответ дан. Там, если вы по ссылкам походите, просто нажимаете, там такая познавательная страничка выезжает, и там какая-то дополнительная информация по теме. Вы можете написать «ноу», выбрать последнюю кнопку без обратной связи и вообще не принимать это в расчет. Далее. Чуть ниже, если опустимся, там будут варианты ответов. Мы их прописываем свои, отмечаем обязательно правильный. И сохраняем, переходим к следующему слайду. Итак, тоже по слайдово, как и джениали. Напоминает чем-то джениали. Тоже здесь все создается по слайдово. Далее. Здесь сервис умный, он сам все считает. За каждый правильный ответ назначаете баллы. Ну, у меня по одному баллу просто за каждый ответ. В конце идет счетчик. Вы получите список ваших баллов, которые вы заработали. Ну, и в заключении был вопрос по поводу своей игры. И вообще с играми на большом экране тоже можно поэкспериментировать. Есть несколько сервисов, покажу. В том числе и свою игру тоже. Первый сервис, о котором я хотела сказать, очень простой, называется Bamboozle. Это сервис бесплатный, позволяет создавать игры для того, чтобы их демонстрировать на мероприятиях. В библиотеке, в школе, там, где считаете нужным. От вас нужен большой экран, проектор, чтобы вы могли эту игру развернуть на экране. Вот сейчас можете по ссылке перейти. Это я вам дала ссылку на игру по Шварцу «Опыкновенное чудо». И вторая ссылка для любителей географии, если хотите. Если вам литература не очень нравится, можно по географии поиграть. Итак, вы выбираете игру, вариант игры Play. У вас будет там активно в гостевом режиме только кнопка «Классик». Остальная должна быть серая квиз, которая внизу. У вас будет активно вот эта желтая со звездочкой «Классик». Это разные типы игр. Во-первых, вы можете выбрать, сколько у вас будет играть команд от двух до четырех. А во-вторых, здесь будет три типа игры. Ну, поскольку вы в качестве гостя, активируется только один. Если вы будете как хозяйка этой игры ее запускать, то у вас все три будут рабочие. Рассказываю. Ну, у меня вот на слайд только две влезли вариации. Там еще за кадром третий был. Первый тип, который квиз, это стандартная игра, которая просто за правильный ответ начисляются баллы. Ничего особенного. Второй вариант «Классик» – это игра с неожиданностями. То есть там за вопросами, за карточками с вопросами могут скрываться разные сюрпризы, приятные и неприятные. Неожиданно вам могут начислить 20 баллов, и тут же неожиданно у вас могут баллы сгореть. Такая история с сюрпризами. Третья кнопка, она смешанная. Она одновременно начисляет баллы. Там нету неприятных сюрпризов, в общем, если проще сказать. Там только приятности, всякие начисления дополнительных баллов ни с того ни с сего. Так что в зависимости от возраста участников, например, с детками лучше играть в приятные сюрпризы, например. Со взрослыми можно попробовать другой вариант. В общем, выбирайте команды, выбирайте тип игры, запускаете это на большом экране. У вас появляются карточки, закрытые с номерами. Здесь можно до 16 вопросов использовать. Плюс у вас еще добавится несколько карточек с сюрпризами, но вы не будете знать, где они. Все будет закрыто. Вы ведущий этой игры. Конструируйте ее заранее. Вписывайте вопрос, ответ правильный. Баллы начисляете. По умолчанию здесь 15. Можно самостоятельно что-то другое вписать. Если нужна картинка, загружаем с компьютера или по ссылке. Сохраняем. После того, как опросник создан, собственно, можно запустить игру. Допустим, у нас две команды. Первая, вторая. Та, которая зелененькая сейчас, она отвечает у нас. Они выбирают карточку с вопросом. Например, вопрос 15. Она развернулась, появился вопрос. Ответ убегает за ним, пока не появляется на первом этапе. Вы, как ведущий, задаете вопрос. Участники вам вслух отвечают. Далее вы нажимаете и показываете ответ. Убегает за ним. После этого вы, как ведущий, начисляете баллы. Если команда ответила неправильно, вы нажимаете «Упс». И следующая команда начинает отвечать. Если они ответили правильно, вы нажимаете «Ок». Им на счет поступает столько баллов, сколько за этот вопрос было дано. Они зарабатывают свои первые 15 баллов и так далее. Ну, а отвечать будет все равно следующая, вторая команда. Итак, вы открываете карточки, пока они все не закончатся. Подсчет очков идет вверху. Все просто и быстро происходит. Другой вариант – это своя игра. Ее можно делать, как в Powerpoint. Но если не хочется заморачиваться, можно что-то попроще найти альтернативы. Например, Flippity. Flippity – это хороший конструктор. Я уже о нем не стала говорить, потому что он, как Learning Apps, просто бесконечный. Там огромное количество шаблонов, которые создают разные такие маленькие игрушечки. Ну, мне кажется, самое интересное из этого всего – это шаблон для своей игры. Давайте ссылку вам отправлю, чтобы на практике посмотреть, как это работает. Для работы в этом сервисе нужен Google Аккаунт, потому что здесь игра создается на основе Google Таблиц. Может быть, вы с ними имели дело. Заходите со своего Google Аккаунта, получаете шаблон, сохраняете его себе, копию этого шаблона, к себе на Google Диск и начинаете его заполнять. Здесь уже что-то заполнено. Вы это стираете. Главное – не стереть то, что синеньким, вверху и внизу, название столбиков. Все остальное вы можете самостоятельно редактировать. Вверху жирная серая строка – это название категорий, ну, а сбоку – это задание и ответ на него. Вопрос-ответ. Q – это вопрос. A – английская буква – это ответ. Просто заполняем эту таблицу. На выходе у нас получается вот такая вот табличка, которая внизу. Игровое поле, скажем так. Ссылку на него получаем опять внизу. Вот я в красную рамку вынесла GetLink, получить ссылку. Она у вас получила. И этой ссылкой мы открываем на большой экран и начинаем играть. Команд сейчас здесь может быть больше. Изначально было 4, сейчас сервис расширился. Здесь до 8 команд можно делать. Более того, сюда можно теперь подключать видеоролики. Вот в эти вот ссылки, вот в эти поля таблицы можно вставлять видео с YouTube по ссылке, если необходимо. Работает точно так же. Ведущий запускает, и ведущий этой игрой управляет. Ну, например, открывает он любое поле, которое выбрала команда. Команда отвечает вслух. Ведущий показывает ответ, щелкает по нужной команде, ставит галочку, если она ответила правильно. И эти баллы идут на счет команды. Если команда ответила неправильно, он щелкает по крестику. И, собственно говоря, эти баллы должны вычитаться. Ну, классическая своя игра в итоге получается. Просто и довольно быстро получилось. Другой вариант, он такой более детский. Там очень смешные картинки. Это вот для младшего школьного возраста, я бы сказала. Сервис называется Factile. Вот так он выглядит. Вот такая игрушка будет. По ссылке, например. Вы сейчас заходите по ссылке, нажимаете «Запустить игру Play». Вам предложат выбрать количество игроков. Бесплатно можно до пяти игроков здесь выбрать. Дальше можно выбрать аватары на каждого игрока. Там есть автоматический выбор. Можно вообще случайные какие-то запустить. Изображение у нас. Вот три игрока, например, на экране. Здесь тоже все просто. Внизу эти самые галочки и крестики, которые отмечают правильный и неправильный ответ. Ведущий раскрывает игру на большом экране. Управление такое же, как и в флиппите. Выбираем карточку. Открываем на весь экран. Отвечает участник либо команда. Мы показываем правильный ответ и начисляем баллы. Если неправильный, баллы вычитаются. А конструктор здесь предельно простой. Нам дают сетку. Мы щелкаем в окошечко. Открывается для этого окошечка вот такой конструктор. Вопрос-ответ. До 200 знаков вопроса, до 200 знаков ответа. Единственный недостаток здесь. Английский язык ладно, здесь несложно все. Здесь нельзя картинки подгружать. Здесь просто вопросно-ответная форма. Остальная платная версия. Здесь 5 долларов в месяц она стоит. Тогда вы имеете возможность уже все подключать. И видеоролики, и картинки. Но вот так в бесплатном варианте только вопросно-ответные. Такая игрушка получается. Интересно, просто и быстро. Для детей хорошо заходит. Ну, в общем, разговаривать можно много, конечно. Я опять по времени немножко перебрала про игры в викторины. Я такие вот взяла из своего запасника то, чем я пользуюсь. На самом деле конструкторов намного больше. Я прекрасно отслеживаю информацию, смотрю, что появляются все новые и новые конструкторы. К сожалению, все освоить невозможно. Сейчас и ограниченность по времени сказывается, и проблемы разнообразные, немножко затрудняют работу. Поэтому я надеюсь, что что-то для себя новое все-таки в этом вебинаре вы подчеркнули. Спасибо вам большое за внимание. Если необходимо справочная, дополнительная информация, я стараюсь отвечать. И сразу прошу прощения, что я не всегда вовремя быстро отвечаю, если что. По поводу квестов, джойтеки и квестовых заданий я целенаправленно их сегодня из презентации исключила. Если бы я еще рассказывала про квесты, это бы продлилось еще часа на два. Для квестов у меня будет отдельный вебинар, там про джойтеку я, конечно же, расскажу. Хотя мне больше нравится Лернис, между нами говоря. Следующий вебинар через неделю будет продолжением. Я расскажу об играх и викторинах, которые работают с мобильных устройств. То есть это такие викторины, в которых вы можете задействовать смартфоны ваших пользователей, участников, школьников, детей и взрослых. Для кого вы эту игру проводите. Спасибо большое за внимание. Координаты есть? Я сейчас проверю, есть ли какие-то вопросы. Тут один вопрос. Будет презентация? Да, презентация, естественно, она уже лежит. Если вы еще не скачали до конца вебинара, пока не вышли из вебинарной комнаты, то ее можно скачать. Ну, как сделать упражнение? Ну, как сделать упражнение, я уже рассказывала. Немножко не поняла вопроса, в каком именно сервисе. По каждому сервису есть обучалки. То есть вот я только вкратце рассказала, более подробно с картинками. Внутри презентации есть ссылки, они называются обучалки. Там пошаговые инструкции с картинками, все расписано, что, как сделать и как создавать. Упражнение и приложение разнообразные. Все тогда. Спасибо большое за внимание. Всего вам хорошего. Хорошего вечера и самое главное – крепкого здоровья. Это очень важно сейчас. Всего доброго.